Музыка Уважаемые коллеги, приглашенные, подготовка кладбищ города Омска к проведению 29 апреля текущего года дня повиновения усопших проводится в соответствии с постановлением администрации города Омска до 4 марта текущего года номер 377 о мерах подготовки и проведения 29 апреля дня повиновения усопших. Постановлением утвержден план мероприятий, который предусматривает полный комплекс работ по подготовке и организации проведения дня повиновения усопших на кладбищах города Омска. Целем реализации плана мероприятий являются создание благоприятных условий для жителей города при проведении дня повиновения усопших, координация действий органов местного самоуправления, федеральных и региональных структур в целях организованного проведения дня повиновения усопших на территории города. В ходе выполнения плана решаются следующие задачи. Выполнение работ по санитарной очистке кладбищ города и территории прилегающих к кладбищам. Организация работы городского пассажирского транспорта для доставки населения к кладбищам и обратно. Организация торговли товарами ритуального назначения. Организация обеспечения населения неотложными медицинскими услугами. Обеспечение безопасности населения. В границах города Омска расположено 20 кладбищ площадью 364 гектара, 9 из которых закрытые кладбища, 11 действующие. К проведению дня повиновения усопших готовятся все погосты. В целях реализации плана мероприятий по подготовке и проведению дня повиновения усопших администрации города Омска предприняты все необходимые организационные меры. Так, санитарная очистка городских кладбищ началась с наступления первых теплых дней весны. Территория частично убирается по мере схода снега. Убиралось и подсыхание грунта. Силами бюджетного учреждения комбинации спецуслуг работы проводятся в настоящее время в ежедневном режиме, в том числе будет проведено два субботника. С территории кладбища уже вывезено свыше 130 кубометров мусора. Бюджетным учреждением комбинации спецуслуг задействована вся имеющаяся техника. Это три самосвала, три трактора, бункеровоз, погрузчик. Стоит отметить, что санитарная очистка организована таким образом, чтобы собранный мусор оставался на территории кладбища минимальное время и своевременно вывозился на полигоны ТБО. Для оптимизации работ по накоплению и вывозу мусора на протяжении последних пяти лет ведется работа по оснащению омских кладбищ контейнерами и бункерами для сбора мусора. В настоящее время на городских кладбищах установлено 20 бункеров и 276 контейнеров. В период с 25 апреля текущего года для своевременного вывоза мусора с территории кладбищ планируется привлечь технику сторонних организаций. В санитарной очистке кладбищ дополнительно будет задействовано 27 единиц техники. Это 6 погрузчиков, 14 самоосвалов, 7 бункеровозов. Дополнительно будет установлено 16 бункеров для сбора мусора. Отмечу, что ранее дополнительная техника привлекалась за счет бюджетного учреждения управления дорожного хозяйства и благоустройства. В этом году привлечение будет осуществляться исключительно за счет средств бюджетного учреждения комбината специальных услуг. В настоящее время в комбинат спецслуг организована покраска бункеров, контейнеров для сбора мусора, скамеек для посетителей, колодцев, бордюров, указателей. Проведен косметический ремонт домиков, смотрителей на территориях всех кладбищ. В рамках подготовки не только ко дню повиновения, но и дню победы выполняется ряд мероприятий по наведению порядка на Старо-Северном мемориальном кладбище. Работы по благоустройству мест захоронения тех амичей, чьи имена вошли в историю страны, региона, города, проводятся с привлечением военнослужащих Омского гарнизона. С 15 апреля текущего года по согласованию с комендантом гарнизона еженедельно не менее 50 военнослужащих будут направляться на санитарную очистку воинских захоронений. В управлении Министерства внутренних дел Омской области проводится благоустройство захоронений воинов, погибших в Чеченской республике. Ежедневно на указанные работы будут направляться до 5 человек. В рамках мероприятий по военно-патриотическому воспитанию активное участие в благоустройстве воинского пантеона ежегодно принимают учащиеся средние общеобразовательные школы номер 60. С 21 апреля по 20 человек ежедневно для выполнения работ по благоустройству Старосеверного мемориального кладбища направят в строительный колледж. Такая шерсткая помощь в благоустройстве территории мемориального кладбища проводится указанными организациями ежегодно. Все действующие кладбища города оборудованы стационарными бесплатными туалетами для посетителей. Все 20 туалетов отремонтированы и приведены в порядок. Учитывая массовый приток посетителей в соответствии с договором между бюджетным учреждением комбината безуслуг и частными предпринимателями, планируется установить дополнительно 108 мобильных туалетных кабин. Как показывает практика предыдущих лет, такого количества туалетов достаточно для посетителей. Жалобы и нареканий от населения по данному поводу не поступали. В соответствии с санитарными требованиями очищены и отремонтированы все колодцы, расположенные на территории кладбища. Таких у нас 35 штук. Вода в колодцах предназначена, напоминаю, только для технических нужд и полива насаждений, о чем посетители проинформированы размещенными на колодцах объявлениями. На Ново-Южном, Северо-Восточном, Старо-Восточном, Новокировском, Юго-Восточных кладбищах Дополнительно к колодцам будут установлены 30 емкостей с технической водой, изготовленных бюджетным учреждением Комбинат спецуслуг. В том числе на Ново-Южном кладбище будет установлена 21 емкость. В целях повышения культуры работ по санитарной очистке непосредственно мест захоронений Комбинат спецуслуг предусмотрен и реализуется комплекс мер по обеспечению посетителей кладбища расходными материалами и инструментами. Так, на протяжении последних лет на кладбищах продаются мешки для сбора мусора. Их приобретено 28 тысяч штук, будут продаваться на кладбищах на месте по цене 5 рублей за штуку. Кроме того, для уборки мест захоронения регулярно пополняется запас шансового инструмента, который выдается посетителям бесплатно, конечно, при условии возврата. В настоящее время уже заготовлено более 3 тысяч лопат, носилок, грабель, вилл, ведер. Для благоустройства мест захоронений на территории кладбища города планируется завести 200 тонн песка и 40 тонн грунта. Посетители смогут бесплатно использовать его для реставрации могил, устройства цветников. Специалисты Федерального государственного учреждения здравоохранения и центра гигиены и эпидемиологии в Омской области при содействии комбината спецуслуг в настоящее время проводят эпидемиологические обследования территории кладбища. В случае благоприятных погодных условий при необходимости будет проведена противоклещевая обработка проблемных участков кладбищ до дня повиновения усопших в соответствии с заключенным для этого договором. Департаментом транспорта администрации города Омска выходные дни 26-27 апреля, а также 29 апреля текущего года будет организовано транспортное обслуживание населения. Для этой цели дополнительно выделяется будет определенно 250 автобусов по утвержденным маршрутам и графикам движения. Информирование населения в средствах массовой информации об осуществлении транспортного обслуживания населения в эти дни планируется осуществить не позднее 24 апреля текущего года. Департаментом транспорта города Омска, бюджетным учреждением города Управления дорожного хозяйства и благоустройства совместно с отделом ГИБДД до 16 апреля будет проведено обследование разворотных площадок пассажирского транспорта вблизи кладбищ города и приняты меры по приведению их на лежащее состояние. В соответствии с планом мероприятия администрациями административных округов города Омска определены места для выездной торговли товарами и ритуальным назначением на территориях прилегающих к кладбищам. Планируется организовать 359 торговых точек по продаже ритуальных принадлежностей и живых цветов. В целях оптимизации схемы размещения торговых точек Департаментом городской экономической политики администрации города Омска будут согласованы срок до 25 апреля с Департаментом транспорта и отделом ГИБДД УМВД России по городу Омску схемы размещения торговых мест. В выходные дни накануне дня повиновения усопших 26 и 27 апреля кладбища города Омска будут открыты для посещения с 9 до 19 часов непосредственно 29 апреля с 8 утра до 19 часов. В связи с большим притоком населения для благоустройства мест захоронения в выходные дни накануне дня повиновения усопших и непосредственно 29 апреля доступ личного транспорта на территорию кладбища будет разрешен только маломобильным группам населения. В целях обеспечения уборки и увыза мусора Омские кладбища будут закрыты для проезда личного транспорта в понедельник 28 апреля 2014 года. По согласованию с УМВД России по городу Омску на подъездах ко всем действующим кладбищам города с 26, 27 и 29 апреля будет организовано обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах пассажирского транспорта и на разворотных площадках вблизи кладбища для регулирования движения личного и общественного транспорта. Непосредственно на территории кладбищ 29 апреля будет организовано дежурство радиофицированных постов полиции УМВД по городу Омску для охраны общественного правопорядка. В день повиновения усопших Министерством здравоохранения Омской области на кладбищах будет предусмотрено дежурство линейных бригад скорой медицинской помощи. В целях координации совместной деятельности по проведению дня повиновения усопших в Департаменте городского хозяйства срок до 22 апреля формируются списки ответственных лиц от УМВД России по городу Омску, от Министерства здравоохранения Омской области и администрации города Омска, закрепленных за конкретными кладбищами. В Департаменте городского хозяйства назначены ответственные специалисты, которые обладают необходимой информацией для координации действий всех структур, обеспечивающих проведение дня повиновения усопших. Накануне дня повиновения усопших для обеспечения контроля полной готовности кладбищ города специалистами Департамента городского хозяйства совместно с бюджетным учреждением Кабинат спецуслуг будут проведены контрольные объезды муниципальных кладбищ. По фактам выявленных недостатков будут приняты неотложные меры к их устранению. В настоящее время работы по подготовке кладбищ к дню повиновения усопших продолжаются в соответствии с утвержденным планом. Все вопросы решаются в рабочем порядке под контролем Департамента городского хозяйства администрации города Омска. Доклад закончен. Благодарю за внимание. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день какая ситуация на Омских кладбищах? Сколько предстоит выполнить работ и реально не успеет за две недели все это сделать? Мы все знаем, что снег сошелся недавно. Работа на сегодняшний день производится силами бюджетного учреждения Кабинат спецуслуг. Готовятся подъезды к кладбищам, готовятся разворотные площадки, готовятся места, где будут размещены контейнеры с водой, бочки, колодцы готовятся. Эта работа будет выполнена к моменту самого дня повиновения уступших. Все подготовленные работы будут проведены. Но наведение порядка на самих кладбищах, на могилах, это, конечно же, сами жители этим вопросом занимаются. Наша задача – своевременно вывозить мусор, который скапливается на территории кладбища. К этой задачи мы подготовились. Помимо того, что есть транспорт бюджетного учреждения, оно также будет решать вопрос по привлечению дополнительного транспорта с тем, чтобы обеспечить санитарную очистку территории. Есть ли смысл ехать на кладбище на своей машине? То есть, насколько далеко придется бросать их от входа? И какие есть другие варианты? Сколько будет автобусов? Как еще подъезжать? В выходные дни, накануне 26-27 числа, традиционно мы ограничиваем проезд на территории кладбища. Там, где, ну не на всех, конечно, кладбищах, где-то есть возможность проехать и в эти дни, и в день повиновения уступших. То есть, мы подходим к этому вопросу индивидуально, к каждому кладбищу. Поэтому, где есть возможность, там, пожалуйста. Где нет, только маломобильные группы населения будут пропускаться на территорию кладбища. 28-го числа доступ на кладбищ будет закрыт, потому что у нас задача вывести скопившийся мусор до дня повиновения уступших. Поэтому в этот день доступ будет ограничен. Автобусы сколько их будет? Схема движения транспорта в настоящее время прорабатывается департаментом транспорта. Своевременно она будет доведена до населения. Это будет пресс-релиз, это будет информация, средства, массовая информация. Скажите, у меня еще по открытым люкам вопрос. Ранее говорилось о необходимости закрыть все люки на территории города. Сейчас к нам в редакцию поступают сообщения о том, что там открыт, там открыт. Что нужно делать людям в таких ситуациях? И в целом, как бы могли проходить? Проходные около 10 сообщений. Хочу сказать, что наблюдение и состояние от колодцев – это сфера ответственности ресурсно-жадящих организаций. Поэтому, если жители города видят этот непорядок, мы просим сообщать по телефону Единой дежурно-респеческой службы города 78-78-78. Мы отреагируем и привлечем ту или иную организацию, в чьей собственность находится колодец тем, чтобы колодец все-таки был закрыт в минимальные сроки. О каких сроках примерно идет речь? День, два, неделя? Все колодцы должны быть закрыты постоянно. Поэтому тут никаких сроков в понедельник не должно быть. То есть меры должны приниматься единовременно. Андрей Петрович, можно еще поинтересоваться? В пятницу такая ситуация произошла, Чехана-Великанова топила улицу. Во чьей вине произошла такая авария? Либо это случайно произошло, как мы говорим. Вообще, какого учебного на сегодня улицы? И что там сейчас подрядчиков? Вы все знаете, что у Чехана-Великанова ведутся строительные работы. В ходе строительных работ был задет поликленовый водопровод. Но это, конечно, вина производителя работы. Тем не менее, водоканал предпринял все необходимые меры. Авария была своевременно локализована. Отключений от услуги не было. Поэтому, я думаю, водоканал разберется с частью компенсации ущерба с производителем работы. Спасибо. 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 Спасибо.